Друзья, всем привет! Меня зовут Катя. Сегодня я опять покажу вам кучу переделанных дел в саду. У меня спокойно на месте не сидится. Спасибо, что заглянули в гости. Надеюсь, вам будет со мной не скучно. Вчера рыбки очень хорошо ели. Они правда не сразу обнаружили. Одна сначала обнаружила, а потом все ломанулись. Сколько? Я двух вижу. Греют пузики. Вот я вижу, вот там между камнями. И вот справа еще. Справа. Ой. Ну, греются, наверное. Ой. Повыскакивали, повыскакивали. Гита, Гита, все теперь. Не даст жить я бедным жавам. Такие они здоровые стали вообще. Изначально мы три, ой, пять сажали. В итоге у нас... Сажали, давайте. Сажали, запускали. В итоге у нас одна куда-то сначала пропала, а через год вторая. Вот это вот... Это у них уже третий год. Будет третье лето у нас. Мы покупали их малень... Я ставлю кадры. Мы покупали их маленькими рыбёжечками. Я выпускала. И зимовали они у нас две зимы. Зимовали прям в пруду. Мы ставили аэратор воздуха. Перед зимой я их откармливаю. Очень хорошо они такими толстенькими уходят. И вот сейчас, вот вчера, они начали кушать уже. Видимо, вода потеплела, и они уже такие... Не знаю, будут они размножаться или нет. Кто здесь самцы, самки. Но вот пока потомство ни разу не давали. Может, на третий год кто-нибудь разродится, посмотрим. Очень красивые. А Гита, вот её интересует не рыба, её интересует корм. Вот этот вот. Он очень вкусный. Видимо, им пахнет креветками. Они с сучкой с ума сходят. А для них это прямо как конфетки. Здесь, конечно, проблема с этими рыбками в том плане, что они лезут в горшки с нимфеями. Приходится сетки ставить. Я уже думала, если не перезимуют, заводить больше не буду. Но они перезимовали все. Дальше с ними веселее. Они классные. Смотри, какой он огромный. Мажмонной, этот день куда-то Lord� из particular. Ха-ха-ха. Здесь кормят все. Кормят все. Ну, собственно, немножко релакса. А то не все работать. Надо и отдыхать чуть-чуть. Обмолвилась вам про салат-шубу и сделаю ее на следующий день. Здесь вот у меня слоями сделано. Ну, мы берем постный майонез, продается в магазинах. Это не диетический вариант. И вот такую морскую капусту с адыгейским сыром смешиваем. Ну, и горошек я еще туда добавляю для сытости. И смазываю. Ну, как обычно, рецепт. Если нужен диетический вариант, я беру сметану, смешиваю с вулканической солью. Она дает такой запах яиц и оливковое масло. Но мне сейчас диета не нужна, я кучу калорий трачу. Вот такая вкуснота. Иногда надо себя побаловать, восстановить силы за просмотром какой-нибудь интересной киношки или сериальчика. Ням-ням. Приятного аппетита. Так, друзья, чем я занимаюсь? Это пересадкой туи. Вот это я сама обкопала. Она уже поддалась. Уже гнется. Сейчас вызову детей. И будем пытаться ее перетащить вон туда. Оттуда я убрала гортензию, которой там жарко. Вот сюда. Ну, то есть здесь будет туя. Здесь будет уже гортензия. Ситрус. И вот это я обкопала. Буду пересаживать. Завтра у нас заряжают дождь на несколько дней. Не знаю, как мы ее перетащим, но будем стараться. Так, ускоринка у меня получилась. На три минуты, наверное. А запись была 31 минуту. 31 минуту мы с детьми ковыряли. Это все. К сожалению, я не смогла в кадр взять место, когда мы ее в яму погружали. Но нам удалось пакеты сделать. Конечно, лучше ее, наверное, на какую-нибудь сумку положить и перетащить. Будет проще. Но я, слава богу, ничего не переломала. Дети, молодцы, помогли. Вот такую киношку я вам покажу. На вопрос, боюсь ли я пересаживать растения. Я вообще не боюсь пересаживать никогда. Вообще, эти растения чувствуют, когда боятся. Надо такой твердой рукой, уверенной все делать. И тогда никаких проблем не будет. Я пересаживала вообще в разную. И в жару, и хвойные, и розы. И у меня всегда все прижималось, потому что я всегда все делаю решительно. Решительно, уверенно, и все в порядке от этого. Мне кажется, когда мы сажали тую, ну, это была первая посадка, и она у нас немножко просела. И получилось так, что она росла. Но я не подсыпала, то есть она не заглублена была, но она все равно была в яме. В яме, и водичка туда, я думаю, что стекала. Ну, перебор был. Плюс еще снегом, видимо, ее утрамбовало. Поэтому в любом случае пересадка или поднятие ее чуть повыше, это была необходимая мера. Тянули мы на раз, два, три. Кажется, на видео, что это легко. На самом деле, это колоссальное усилие. Она тяжеленная оказалась. Посадила я ее лысой стороной к забору. Я это еще, наверное, скажу. Ну, надеюсь, что она приживет. Здесь, к сожалению, не влезло в кадр место посадки. Делали мы паузы, естественно. Думали, как, нам, чего. Ну, мы справились. Справились мы, молодцы. Я уверена, что на новом месте Туя будет лучше. Это место солнечное. Не то, что где она сидела до этого. С северной стороны дома. Кошки очень заинтересовались процессом. Видели, что, наверное, не просто так трое людей что-то делает одновременно. Я прикрыла розы горшками, потому что мы Туя положили, а там у меня розы на почках. Но, слава богу, ничего не поломалось. Все осталось целым. Вообще удивительно. Единственное, что у меня чуть-чуть пострадало, это один листик у хосты. Ну, я, честно говоря, мужа-то и не стала ждать, потому что я боялась, что когда он будет выкапывать и вытаскивать эту Тую, он поломает меня и затопчет растения, которые вокруг нее росли. Поэтому, наверное, наверное, поэтому я решилась делать это самостоятельно при помощи детей. Что-то Туя не попала в кадр, но мы это сделали. Друзья, это ужас. А мы это сделали. А что, неплохо она здесь смотрится. А здесь у меня теперь огромная яма. Буду думать, что сюда сажать, потому что снег падает с крыши, здесь постоянно ее ломает. По хосте проехались. Но я думаю, ничего страшного вылезет еще. Здесь вроде ничего не сломали, вытащили. И она была у меня сильно просела, заглублена. А сейчас я попробую размыть. И немножко... Ох, тяжело. Но мы справились. Дети помогли. Молодцы. Я размываю этот кон, чтобы корешочки хорошо распределились. Скорее, посыплю корневином. Заодно она прощадит немножко. Диально. Я думаю, что она хорошо перенесет пересадку. Я практически не посовредила в корне. Там уже не компактная корневая система. Сейчас еще ее по кроне. Обработаю цирклоном. Засыплю вот тут корневином. Вот. Сорвала ли я спину? Узнаю вечером. Скорее всего. Надеюсь, что не сорвала. Вот. Сюда вот гортензия переехала. Вот эта штучка у меня как раз, где сейчас гортензия росла. У меня рос кизильник, что ли, горизонтальный. Короче, я его сюда... Жалко мне было его выкидывать, потому что он, по-моему, живой. Я его пересадила вот сюда, в другое место. Там ему совсем не нравилось. Он у меня каждый год очень плохо выходит из зимы. Вот. Я его посадила вот под дерево. Ну, здесь и солнышко бывает такое хорошее. Приживет, слава богу. Нет, ну и... Ну, не выкинула его, короче. Может, и понравится место, и разрастется. Вот сюда у меня в планах к Монстердвуд посадить клематис. Я уже клематисы ваи выставила на улицу. Здесь будет клематис. Вот. Мне так нравится намного лучше. А что буду делать здесь, еще не знаю. И, наверное, жду ваших советов, потому что тут сходит снег. Сюда надо что-то такое, что срезается. Тут у меня растут хосты. Ну, если... Ну, вот. Я думаю, что это выжило. Остальные мы не затоптали. Они у меня прикрыты горшками. Хосты и остильбы. Что мне сажать сюда? Надо где-то теперь брать очень много земли. Вот такие приключения у меня с Туей. Мы ее посадили плешивой стороной. Точнее, она как плешивая, она здесь из-за снега. Такая лысая. Мы ее к стороне, к забору посадили. Но теперь ее ломать никто не будет. Я думаю, она и обрастет с той стороны. От забора... Ну, прилично. От забора есть расстояние. Вот. Можно спокойно там проходить. Вообще, я застригаю поплотнее. Сделаю ее. Сейчас пока пусть обрастает. Потому что этой зимой и прошлой ее очень сильно поломало. Вот. И нам еще, конечно, понравилось. Мы с Дуру посадили, чтобы окно перекрыто было. Ну, чтобы, типа, прохожие не смотрели в окна. Но потом столкнулись с тем, что нам самим не видно сад наш. И помощь сегодня сказала давай пересадим. И, в общем, меня не дождалась мужа с нами зачеренковались. Здесь и здесь нормально. Прижилась. Уже потихонечку отцветают гиацинты какие-то, какие-то зацветают. здесь я жду рододендрон с горшинкой. Все, никак мне горшинка не пришлет посылку. Я что-то жду, жду. Это бутоны у Азалии. Жду, жду свой рододендрон. Но так как у меня здесь растет клен красный, который я сажала в прошлом году, он уже распускается, я буду сажать в большой контейнер. Ну, чтобы клен не выпивал воду у рододендрона. Там у меня ждет посадки клематис. Так, здесь у меня все хорошо. Вот, вынесла клематисы. Буду пересаживать их в контейнер побольше и прикапывать. Прикапывать буду... Не буду в этом году, наверное, их высаживать на постоянные места, прикопаю в больших контейнерах. Говорят, они так лучше развиваются. Еще я несколько дней назад высадила свою рассаду лабелии, но она не вся хорошо перенесла. Я сразу ее прям вытащила на солнце. Но она живая, она уже три дня. Она даже под заморозки попала. Сейчас я вам покажу. Но признаки жизни подает. Конечно, ей тяжеловато было адаптивистик. Видите, они не малюсенькие. Я просто поделила ее. Распекировала. Но я думаю, что она нормальная. И высадила сегодня. Они еще и так и так. Но я думаю, что адаптируются. Завтра дожди начинают победила. Бордюрочки видите, сделала. Сейчас я вам покажу здесь. Здесь я вам уже показывала. Здесь показывала. Победила здесь. Сегодня жду еще пять штук. и надеюсь, мне хватит. Надо немножко подсыпать земли. Не хватает. Немножко это. Неровный у меня участок. Я видите, много земли. Оттуда из-под и вытащила. Разравниваю. И газонной травки подсеяла. Вот здесь. Здесь я не стала делать кружочки. Оградила целиком бордюрной лентой. Хочу еще оградить вот эту клумбу, потому что мне здесь немножко неудобно травку тоже полоть. Думаю, если останется, огражу здесь под дрододендроны под мои. Смотрите, бутонов цветения будет аховое. Я надеюсь, я еще пока их не подкисляла. На все времени не хватает. Хочу подкислить пикацидом. Беру 15-20 грамм на 10 литров. Видите, здесь оградила. О, господи, знали бы вы сколько сил я потратила. Но хочется вот уже все сделать, закончить, а потом отдыхать. Видите, здесь оградила бордюркой. Вот здесь оградила. Вот этих своих тоже. Это я все подсыпаю землю, потому что у нас провалы были. И вот эту. Вот эту. Кружочки. И вот эту. И на этом у меня вчера закончилась. Бордюркой жду еще пять штук. У меня останется вон ту часть сада. И если останется уже то, что рододендрон я вам показала и ту пересадила. Сколько я дел сделала. Надо немножко выровнять. Она у меня чуть-чуть покосилась. Но я еще пока землю не подсыпала. Вот сейчас она промочится как следует. Чуть-чуть ее сюда. Вот буду думать, что с этой ямой делать. заменю бордюрки заменю. Здесь немного поменяю форму. Я думаю и эту всю часть не знаю нас хватит не хватит но большую часть видите все вот эту часть сада я все закончила. Здесь еще надо кружочек не хватило. и как бы как бы все да но тут я показала все сделала и травка подрастет я подсеяла семена просто очень сухо у нас я уже кстати поливала и розы и хвойной я подкормила все хвойные комплексным удобрением подкармливала под корень заодно и полила потому что говорю еще раз очень сухо очень сухо вот землю вытаскиваю сухая сухая вот что еще мы сделали ну вот думаю буду ограждать и захвачу вот эту тоже пихточку фу да спинка немножко побаливает возможно скрутит ну ладно зато придется посидеть на обезболивающих каких-нибудь зато я столько сделала буду восстанавливаться теперь сейчас закончу с стуей и бордюрами если мне позволит здоровье и все буду отдыхать розы я еще не подкармливала первая подкормка была вот кальцевой селитрой потом был полив водичка я думаю селитра просела поглубже потому что было сухо вот посмотрите уже как хвойные набухли почечки у них очень сильно поэтому я собственно и подкормила вот посмотрите как лиственница уже выглядит сильно сильно распушилась все кормленные все такие сладенькие свеженькие сейчас вот еще здесь покажу тоже видите почечки набухают в принципе наверное все что я вам хотела пока показать еще немножко подсадилась сюда шалфейчик это у меня колокольчик по-моему какой-то я купила голубенький здесь вероника еще в подворье жду несколько почвопокровных растений там и берез еще что-то я заказала как тоже колокольчик в парочку и буду их туда вот досаживать а еще вот здесь вот шалфейчик я подсадила к розочкам очень мне нравится шалфей сочетать с розами простите меня я быстро хожу наверное вот тоже видите как набухают почки поэтому я поняла что надо кормить сосенка тоже ой так хорошо вы такая довольная с бордюрами тоже ну надо конечно подсыпать землю еще проливать это все вот вот здесь я буду тоже сажать рододендрон ну так как я немножко поменяла у меня здесь кружочки были а я решила объединить и земля здесь поганая очень такая жесткая длинная ну как асфальт я решила рододендрон ну мелкий малюсенький который прикопать тоже в большом контейнере потом замульчирую не будет видно вот а всякие там ибересы и почвопокровные какие-то растения какие-то фиалки маленькие я подсажу вот сюда вот где у меня тоже здесь у меня вообще не было ленты но замучилась тоже косить неудобно вот подчережну подсажу колокольчики вот ну что ж планами поделилась все показала пойду закончу я с туей с вот этой и будем думать будем думать над вот этим местом и жду ваших советов полдень здесь солнца нет вот скажите у меня вот здесь вот получается рано утром солнце и после 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 может и после четырех тучка решила пепси мою попить туча туча вот так вот короче можно сюда какой-нибудь клематис посадить или княжек напишите пожалуйста вот утреннее и вечернее солнце если в общей сложности наверное часов часов семь солнце будет светить смотрите наглая кошка вот у меня же есть княжики и как раз их можно в принципе обрезать наверное каждый год или клематис третьей группы и чтобы они это ну красиво будет хватит там солнца ну все наверное все наверное попрощаюсь спасибо что посмотрели это видео с вами была Катя всем пока пока